коллеги приветствую вас с вами максима милинчук автор проекта риэлтор на миллион предлагаю вам посмотреть фрагменты вебинара этот вебинар я специально записал для руководителя агентств недвижимости в нем подробно разобрал какие серьезные угрозы нависли над риэлторским бизнесом смотрите приятного просмотра теперь изменились или не изменились клиенты я изменение ситуации на рынке с сотрудниками с какими-то там технологиями это одно а ситуация с клиентами совсем другое кто заметил что в последнее время клиенты поменялись напишите пожалуйста последний год полтора кто заметил что поменялись и напишите в чем вы заметили изменения я обратил внимание на вот клиентов потому что я веду давно обзор цен на квартиры вообще email маркетинга мы занимаемся с 2000 вот десятого года в первый раз я отправил людям письмо электронное письмо и вот стали мы даже в одиннадцатом году сделали такую самую 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 простую воронку продаж которым человек регистрируется получает серию писем с приглашениями на встречу с приглашениями на мероприятие с приглашениями 2011 год поэтому я с клиентами я отвечаю то есть ну я отмечаю я считаю все письма которые они пишут учитывая что их 20 тысяч человек они периодически пишут понятно что есть вещи которые есть вещи которые ассистент обрабатывается заявки да но тем не менее все письма просматриваю что они пишут какие вопросы они задают до покупатели принимают решение торопливо да 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 вот у нас видите количество участников уже удвоилась с первого с момента старта вебинара да сейчас постепенно давайте еще ну кто еще какое заметил изменение напишите пожалуйста капризными да да сам уже все подобрал но в принципе да и по большому счету что здесь до продвинутые до клиенты более подготовлен почему это происходит дело в том что здесь есть две причины первая причина то что человек готовится 36 месяцев к тому чтобы выйти на рынок он не хочет он не хочет выглядеть глупцом он не хочет попасть в просак поэтому он 36 месяцев скачивает информацию он читает там рассылки он задает вопросы он приходит на вебинары он ну это в среднем 36 месяцев я взял средний срок и люди да и больше и до года готовятся значит 3-6 месяцев такой средний строк потому что я смотрю когда человек подписывается я спрашиваю у него какие-то вопросы но это автоматическая серия и человек говорит вот если вы в январе подписался он говорит да я хочу весной купить квартиру если он подписывается весной он говорит я хочу летом там или к сентябрю если он подписывается летом он Он говорит, я хочу осенью, если осенью, то он говорит, я беру зимой, буду покупать квартиру. Поэтому в этой ситуации, почему клиент изучает, да, он читает внимательно, он скачивает книжки, он скачивает обзоры, он пересматривает на YouTube ролики. В общем, изучает, анализирует рынок. И в это же время, ну давайте скажем честно, вебинар этот не для публичного прослушивания, но в большинстве случаев риэлторы зачастую столько информации не собирают. Они читают меньше. Ну реально, человек может перелопатить несколько книг, он пересмотрел несколько вебинаров, он пересмотрел несколько, сейчас одну секундочку. Он пересмотрел несколько там, ну все, до чего он мог дотянуться, какие-то отчеты аналитические. Он читает статьи в газетах. В общем, люди стали умны, я взял в кавычку, потому что все познается в сравнении. Мне кажется, что это все-таки наши риэлторы не дорабатывают. И риэлторы не дорабатывают, риэлторы не дорабатывают, и это впечатление такое, что клиент стал их умнее. И ситуация, это известная картинка из рекламы о Гилви, когда человек говорит, «Вы знаете, я не знаю вас, я не знаю вашу компанию, я не знаю, что вы продаете, я не знаю, какая у вас польза будет от меня, и что вы хотите мне продать». Вот приблизительно с таким человеком наши риэлторы вынуждены сталкиваться. И клиенты стали дремлющие, спящие. Они зависают в таком состоянии и находятся достаточно долго, потому что цены не растут. И когда цена росла на 50-100 тысяч в месяц, то объяснить клиенту, почему он должен обратиться в агентство недвижимости, было очень легко к покупателю. Мы объясняли, что цена на сотку вырастает, вы найдете квартиру намного дольше, вы будете искать, вы пересмотрите не те варианты. Мы подберем самое интересное предложение и поможем оперативно оформить. И получается, что выгода была на лицо. Сейчас покупателю очень сложно убедить, там выгода в другом должна проявляться. И как решают вообще эти проблемы агентство недвижимости? И вариантов много на самом деле, но они, как правило, снижение размера комиссии, ну понятно, что это приводит к катастрофе. В скрытой форме комиссионных, когда звонят клиенты и говорят, вы знаете, ой, прошу прощения, звонят наши коллеги-партнеры и говорят, что вы покупатель, вы нам ни за что не платите. Потом говорят о том, что и продавец вы ни за что не платите. А потом они звонят в агентство недвижимости и просят там поделиться комиссионными. Давайте заложим, давайте сделаем, давайте вот там что-то придумаем. Переманивание риелторов, как вы понимаете, тоже ни к чему хорошему не приводит, потому что это игра на повышение ставок. И сегодня вы предложили 60, завтра 70, а послезавтра он ушел в компанию где 80. И по большому счету 2 технологии, это набор большего количества стажеров, методом перебора людей и тренировка, адаптация. Ну, в общем-то, 2 достаточно здравомыслящих технологии, это постоянный набор, расширение, выбор наиболее перспективных и их подготовка. Но несмотря на кажущуюся такую очевидность этих решений, здесь тоже не все так просто. И оказывается чаще всего, что то, что мы делаем, оно вырывает для нас большую-большую-большую яму. Но мы сами себе очень часто роем яму. И сотрудники говорят, вы знаете, мне бы только набрать, руководители говорят, мне бы только набрать сотрудников. Потом вторая точка зрения, что вы знаете, наберем риелторов, а дальше клиенты будут. Нам не надо определяться, нам не надо искать клиентов, вот клиенты будут, пусть риелторы. Вот мы найдем риелторов, они будут искать. Безусловно, стратегия, с одной стороны, правильная, что для руководителя компании основным клиентом является это риелтор. И обеспечение его сервисами позволяет, он привлечет. Но тем не менее, если мы не дадим ему инструменты, то это все печально закончится. И такие типичные, скажем так, возражения. И вот попытка решить это вот такой массовым-массовым-массовым набором. И тоже я скажу, в чем здесь загвоздка, и почему это не получается, почему проваливается такой массовый набор чуть-чуть дальше. Потому что мы сегодня будем разбирать, кроме вот этих проблем, мы разберем три инструмента, на которых обратить внимание нужно будет. И набор риелторов я поставил на первое место. И одна из попыток решить это вот такая тренировка сотрудника, чтобы он был подготовленный, чтобы он был тренированный. Естественно, это правильно. То есть я сторонник того, что, знаете, как говорят, что будет, если мы сотрудника подготовим, а он уйдет. Вот я всегда вспоминаю фразу, что будет намного хуже, если он останется в компании и будет неподготовленный. То есть непонятно, зачем нам такой сотрудник нужен. Но я сейчас просто расскажу несколько моментов. Если мы не рассматриваем ситуацию в целом, не рассматриваем ситуацию комплексно, то тренировка сотрудника приводит только одному. Он уходит из компании, компания потеряет этого человека. Так как только мы начинаем в него инвестировать средства без укрепления компаний. Другими словами. Коллеги, вы смотрели фрагмент вебинара, который предназначен для руководителя агентств недвижимости, в котором я рассказал о серьезных угрозах, которые нависли над риэлторским бизнесом. Если вас интересует эта тема, скачайте записи этого вебинара, перейдите по ссылке, которая находится в описании к этому видео. А если вы руководитель компании, если те проблемы, которые я озвучил на этом вебинаре, они вам хорошо знакомы, и вы уже ищете пути решения, рекомендую познакомиться во время бесплатной, бесплатной, абсолютно бесплатной для вас 15-минутной сессии увеличения продаж. Вы расскажете о том, с какими сложностями вы сталкиваетесь. Я поделюсь как минимум тремя эффективными инструментами для увеличения прибыли вашей компании. Ссылка на запись находится под этим видео. Обратите внимание, это только для руководителя агентств недвижимости. И, наконец, если вы хотите перейти от теории к практике, рекомендую обратить внимание на программу, трехмесячную программу для руководителя агентств недвижимости «Щит и меч». Почему такое название? Это комплексный подход к развитию агентства недвижимости. Эта трехмесячная программа позволяет создать устойчивую, конкурентоспособную компанию, предотвратить уход ключевых сотрудников, познакомиться и отладить работу с партнерами, выстроить систему привлечения клиентов и организовать набор риэлторов в компанию на поток. Продолжительность программы 3 месяца, еженедельные вебинары, вебинары с разборами полетов, персональные консультации, дополнительные видеообсуждения в группе. В общем, много всего интересного. Рекомендую узнать программу и условия участия, перейдя по этой ссылке. Ссылка находится в описании к этому видео. До встречи!